С 7 по 10 апреля в Омском велотреке состоялся 9-й всероссийский турнир имени двукратного олимпийского чемпиона по боксу Алексея Тищенко. В этом году у нас представители 14 регионов России приехали от Москвы до Дальнего Востока. В принципе есть представители достаточно много весов, в которых есть выполнение норматива мастера спорта России. Из 10 весов в 7 ребята могут выполнить норматив. Так что есть за что побороться, есть за что побоксировать. Много также мастеров спорта приехали просто для получения опыта соревновательного и оказать достойную конкуренцию своим соперникам. Настроение одно, настроение возрождения, потому что действительно мы начинаем выходить из пандемических всех ограничений. Конечно, хотелось бы огромные слова благодарности сказать Федерации бокса Алексею Викторовичу лично, потому что, конечно, не будь у нас такого легендарного боксера, наверное, бы и не было таких серьезных соревнований. Хотелось бы огромные слова благодарности сказать людям, которые приехали, потому что тоже это сейчас все, так скажем, не все просто, в разных территориях разные условия. И хотелось бы, конечно, пожелать хорошего проведения турнира, чтобы травм не было, чтобы все получили от этого большое удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Омскую область на турнире представляли порядка 20 боксеров. В ринг вышел и постоянный участник этих соревнований – мастер спорта Ара Габаян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С каждым годом тут приезжает не только себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С каждым годом масштаб этих соревнований большой. Мне нравится то, что с других городов приезжает, со всей России. Соперники хорошие, бойцы все крутые. Вчерашний соперник трудоватый такой, пер больше всего. Мне надо было второго номера закручивать. Как бы и получалось. Ну, как бы сделал то, что смог и выиграл. Сегодня соперник чуть послаживали, как бы говорю. Но у меня просто еще рука травмирована до этого турнира. Уже два месяца лечу, лечу. Ну и как бы старался не бить сильно лево, потому что чувствуется. Третий рамот вообще одной рукой работал. Соперник хороший. Хочу, чтобы он тоже стал бастером спорта. С ним давно знаком. Не раз боксировал. Следующим стартом для нашего боксера станет чемпионат Сибири, где будет проводиться отбор на чемпионат страны. А также Ара планирует попробовать свои силы в профессиональных боях. Еще одно золото в копилку нашего региона принесла Салтанат Меденова. Серебряным призером соревнований стала Альфия Алимжанова. Альфия Алимжанова Для этого лично встреча у нас 3-1 счет и в мою пользу. Ну здесь немножко я не сказала, что она чем-то меня удивила. То, что я сама не смогла сделать то, что от меня требовал тренер. И выполнить установки на бой. Работать в своей манере и давать первенку промахиваться. Больше подвижности. А я, как бы получается, весь бой за ней ходила-ходила и не успевала на ее атаки. Хотя надо было их проваливать и контратаковать. Ну ничего, будем работать. Турнир интересен в том, что он имеет статус всероссийского. Турнир класса. Спасибо Алексею Викторовичу, что дает возможность побоксировать дома. Потому что в Омске немного стартов среди именно женщин. И боксировать дома всегда приятнее. Теперь Альфия будет активно готовиться к чемпионату России, который пройдет 5 сентября в Челябинске. Еще одна серебряная медаль турнира в активе нашего Куата Жумабекова.